Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления куриного филе в сливках. Если у вас есть куриное филе, то обязательно приготовьте его по этому рецепту. Желаю вам приятного просмотра! Для этого рецепта мне понадобится 4 филе куриной грудки. Беру острый нож, отрезаю малое филе, если хотите можете оставить. Само филе разрезаю вдоль на 2 части. Желательно при этом иметь хороший нож. Вот, 2 части. Так поступаю со всеми грудками. Малое филе убираю, оно мне не нужно. Использую для чего-нибудь другого. Теперь все это филе мне нужно слегка отбить. Все вот эти половинками. Внутренней частью вверх вкладываю. И отбиваю. Сильно отбивать не нужно, так слегка. Посыпаю каждую грудку сверху солью. Соль берите по вкусу. Я вот буквально щепотку беру и посыпаю сверху. Также перец черный молотый по вкусу. У меня перец высшего качества, поэтому он очень острый. Сыплю его не так уж много. Бывает, что перец плохого качества, с мусором перемолотый продают. Его сколько ни сыпь, результата может быть мало. Так, пока откладываю в сторону. Беру 160 грамм сыра фета. Разминаю его вилкой. И теперь на половину филе грудок распределяю этот сыр. Когда солите, сразу учтите то, что сыр у вас тоже солен. Так что не переборщите соль. Сыр хорошо размазываете, оставляя только место по краям. Сыр раскладывайте только на нижние части филе грудок. Те, которые верхние, не нужно на них положить сыр. Ими будем потом прикрывать вторую половинку. Теперь верхушки соединяем. В церкви это очень липкий, поэтому хорошо скрепит две половинки грудки. Главное не забудьте, какая от какой половины. На средний огонь ставлю сковороду с плоским днем. Наливаю буквально где-то 20 мл оливкового масла. Распределяю масло по всей поверхности сковороды. Огонь должен быть такой, слегка, чуть больше среднего. И теперь жду, когда разогреется масло. Масло разогрелось. Теперь выкладываю грудки с сыром. Сковорода у меня небольшая, поэтому буду готовить по две штуки по отдельности. Теперь мне нужно обжарить их с двух сторон по 2 минуты. Через 2 минуты переворачиваю грудку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обжариваю еще 2 минуты с другой стороны. Все филе я переложил в глубокую форму. Добавляю сюда шарики моцареллы 125 грамм. Просто по краям свободные места раскладываю. И заливаю все это 20% сливками. Сливок понадобится 250 мл. Теперь мне нужно накрыть это фольгой. И отправляю в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут. Через 10 минут я достал курицу. Снимаю теперь фольгу аккуратно, чтобы не обжечься. Чтоб пара меня отдала. Опа! Особо пара идет. Вот теперь фольгу выкидываю, она мне не нужна. И отправляю теперь курицу обратно в духовку еще на 10 минут. Готовится без фольги. И по истечении еще 10 минут куриное филе готово. Шарики моцареллы расплавились. Можно теперь ее подавать. Получается очень ароматно и очень-очень вкусно. Ну, минус, наверное, этого приготовления. Забрызганная маслом плита во время обжарки грудки. И все. Но, как говорится, кто не рискует, тот не ест вкусного филе, приготовленного по моему рецепту. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Все, кто посмотрел это видео до конца, не забывайте под видео нажимать палец вверх. И писать свое мнение о видео и о самом рецепте в комментариях. Также можете поделиться с друзьями. Даже не можете обязательно поделитесь с друзьями этим видео рецептом. А те, кто еще не подписан на меня, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok